Всем привет! Меня зовут Веда и я занимаюсь Android-разработкой в команде ВКонтакте. Сегодня я расскажу о том, как создаются и развиваются приложения под Android и iOS. На примере наших задач расскажу о том, как работает мобильная разработка ВКонтакте и расскажу, как можно сделать свои первые шаги в мобильной разработке и с чего можно начать. Мобильные устройства и мобильные приложения в последнее время бьют все рекорды. Если взять все смартфоны, выпущенные за 2019 год и сложить их стопочкой друг на друга, то высоты такой стопочки хватит на то, чтобы покрыть весь диаметр нашей земли и это всего за один год. Но смартфоны не только изменили свою численность за последние 10 лет, но и сильно изменились внешне и внутренне. Теперь ультра тонкие супер мощные девайсы позволяют нам смотреть фото и видео в высоком качестве, запускать игры, дают нам доступ в интернет. Но все это они делают не сами по себе, а под четким руководством мобильных разработчиков. Профессия мобильного разработчика появилась 10 лет назад и за это время успела обрести огромную популярность. Мобильные разработчики, или как раньше было принято говорить программисты, это люди, которые пишут код, который рассказывает вашим смартфонам, какие элементы как и когда должны появляться на их экранах, а также как они должны реагировать на действия пользователей. И мобильных разработчиков можно условно разделить на две группы. Это андроид разработчики и iOS разработчики. И в них, конечно, очень много разного, но еще больше схожего. Как правило, они делают одни и те же приложения, просто в слегка разных условиях. И разработчики обеих платформ, как правило, не придумывают, как должно выглядеть приложение. Дизайнеры предоставляют им макеты, которые разработчики стараются как можно точнее воплотить в жизнь, добавив им необходимую интерактивность и функциональность. И чтобы сделать все это, мобильным разработчикам нужны среда разработки и языки программирования. Среда разработки — это, по сути, программа, в которую мы пишем код. И, конечно, Android и iOS разработчики не смогли договориться об одной такой программе. Android разработчики, как правило, пишут код в Android Studio или реже IDEA, а iOS разработчики — в Xcode и Upcode. Среда разработки позволяет нам добавлять логику нашего приложения, добавлять визуальные компоненты и собирать наше приложение и тестировать их на устройства. Но устройства такие никак нельзя потрогать руками. Их можно только кликать мышкой, как если бы настоящий пользователь кликал пальцем по экрану. И тут Android и iOS снова не смогли договориться даже об одном названии. Android разработчики называют такие устройства эмуляторами, а iOS разработчики — симуляторами. Но как их не назови, это очень ценный инструмент разработчика, потому что он позволяет заниматься мобильной разработкой, даже не имея собственного девайса на нужной платформе. Конечно, чтобы разрабатывать хорошие приложения, разработчику необходимо иметь настоящий девайс, а лучше несколько, чтобы проверять свое приложение на каждом из них. Но для того, чтобы сделать свои первые шаги в мобильной разработке, чтобы попробовать свои силы, хватит и эмулятора. Что же касается языков программирования, то для Android и iOS они тоже отличаются. Android разработчики чаще всего пишут на Java и Kotlin, а iOS разработчики — на RTFC и Swift. Поэтому те, кто хотят начать заниматься мобильной разработкой, но еще не знают, с чего начать или какую платформу выбрать, могут сначала определиться с языком программирования и познакомиться с ним поближе. Но стоит помнить, что перенести ваше приложение на новую платформу будет довольно сложно. Вам придется начать всю работу с нуля и повторить ее уже на новом языке программирования. Ну, или найти человека, который согласится за вас это сделать. А когда язык и платформа выбраны, приложение написано, то приходит время публиковать его в магазин. Android-приложения попадают в Google Play, а iOS-приложения попадают в App Store. Но чтобы ваше приложение могли скачивать пользователи, недостаточно его просто собрать и опубликовать. Оно должно удовлетворять всем правилам, установленным магазинам. Перед публикацией каждое приложение обязательно будет проверено на наличие спама, на нарушение безопасности и конфиденциальности пользователей, на используемую монетизацию и на многое-многое другое. И такие проверки могут занять до нескольких дней. Когда же ваше приложение наконец попадает в магазин, его могут скачивать настоящие пользователи и приходит время собирать от них обратную связь. Бывает очень интересно читать отзывы на приложения, которые разрабатываешь. Они могут быть позитивными и поднимать настроение, а могут быть негативными и мотивировать его улучшать. Ну, а могут и просто веселить. Одни из самых эмоциональных дней моей работы в команде как раз связаны с получением обратной связи пользователей. Помните, когда-то у мобильного приложения была синяя шапка. Вот в те дни, когда она резко стала светлой, мы получили огромное количество отзывов и комментариев от наших пользователей. И было неудивительно видеть их в отзывах Google Play или App Store. Но то, что поразило лично меня, это незнакомые люди, которые стали писать мне личные сообщения ВКонтакте с благодарностями и вопросами относительно нового обновления. А то, что меня повеселило, это вечерний просмотр ленты, в котором я встречала мемы, посвященные очередному редизайну мобильного приложения и думала о том, что вот они результаты моей работы. Но обратную связь о работе вашего приложения можно получить не только при помощи прямых сообщений пользователей, но и с помощью статистики. Статистика позволяет отправлять сообщения о работе вашего приложения, о его сбоях и проблемах. Это, в свою очередь, позволяет вам как можно быстрее исправлять эти проблемы и радовать ваших пользователей новыми обновлениями. И теперь, когда мы немного представляем, как работают мобильные разработчики, я хочу немного поподробнее рассказать о том, как устроена мобильная разработка ВКонтакте. Как я уже говорила, мобильные разработчики не придумывают сами, как должно выглядеть и работать приложение. Наши менеджеры и дизайнеры обдумывают, как должно развиваться наше приложение, составляют список задач, оценивают их важность и распределяют между разработчиками. И такие задачи можно условно разделить на два вида. Это исправление каких-то известных проблем или, как мы их еще называем, багов и добавление новой функциональности. И как раз о втором типе задач я хочу рассказать поподробнее на примере. Одно из наших последних задач – это обновление второй вкладки. Все началось с того, что менеджеры составили текстовое описание того, как должен работать новый экран, а дизайнеры составили макеты, которые описывали, как он должен выглядеть. И так как задача эта довольно большая, мы разделили ее на несколько более мелких подзадач. Мы отдельно поработали над новым меню и над каждым из виджетов, например, виджетом погоды или виджетом афиши. И для каждой задачи мы писали код, который добавлял новую логику и новые визуальные компоненты в наше приложение. И когда работа над задачей была окончена, код мы показывали своим коллегам, чтобы они могли оценить корректность решения задачи, добавить какие-то комментарии и поделиться своим опытом. После этого разработчики вместе с дизайнерами сверяли полученные экраны с макетами. Разработчики делали скриншоты экранов, дизайнеры накладывали их на макеты и проверяли совпадение границ, цветов и размеров всех элементов. И когда все одобрения от наших коллег были получены, мы добавляли наш код в общий проект. Из общего проекта наше приложение собирают тестировщики, чтобы проверить каждую из наших задач. И подробнее о тестировании еще расскажут мои коллеги в следующих уроках. А тем временем, когда все задачи были проверены, мы собирали наши обновления и публиковали их в магазинах, откуда их уже и могли получать наши пользователи. Но не все пользователи получают обновления одновременно. Вы могли заметить, что обновление было доступно кому-то из ваших друзей или знакомых, но еще не было доступно вам. Это не баг, а задуманное поведение, которое позволяет нам большие и важные обновления отдавать сначала только части пользователей. Это позволяет нам отслеживать реакцию, проверять наличие каких-то проблем и как можно скорее их исправлять. Наверняка вы уже слышали о нашем последнем большом обновлении — новой вкладке клипов. И на первых этапах запись клипов была доступна не всем пользователям. Это связано еще и с тем, что клипы — это высоконагруженная система, и мы увеличиваем ее мощности постепенно. Так мы гарантируем то, что наши сервера всегда будут работать, и клипы смогут смотреть все желающие в любое время дня и ночи. И если бы мы отдавали все наши обновления сразу на всех пользователей одновременно, то в один прекрасный день мы бы рисковали проснуться утром в мире, где ни у кого не работают мобильные приложения ВКонтакте. И это был бы тот еще денек. Поэтому мы очень дорожим нашими поэтапными обновлениями и отдаем наши новые версии всем пользователям тогда, когда мы в них абсолютно уверены. И на текущий момент вам могло показаться, что в мобильной разработке нет совершенно ничего сложного. Добавляй новые кнопочки на экран — до обновления выкатывай. Но, конечно, это не так. И мобильные устройства бросают разработчикам множество вызовов. Мы всегда должны думать об оптимизациях. Ведь наши приложения должны работать быстро и плавно и только на самых новых и мощных смартфонах, но и на стареньких девайсах, которых у наших пользователей великое множество. И наши приложения не должны много весить, они не должны требовать много свободной памяти и должны быть готовы к самым неожиданным пользовательским сценариям. Бывает, наши тестировщики приносят нам баги, для воспроизведения которых нужно одновременно нажать несколько кнопок на экране, быстро повернуть телефон, отключить мобильную сеть и так далее. И мобильные разработчики честно сидят и крутят свои телефоны, быстро нажимают на кнопки и выключают сеть. И все это нужно для того, чтобы понять корень проблемы, исправить ее и сделать наши приложения чуть более стабильными и надежными. И все это требует большой внимательности и продуманности. Но главная мотивация справляться со всеми этими вызовами, это возможность своими руками делать продукт, которым будут пользоваться миллионы людей по всему миру. Наташа, если аудитория вашего приложения не будет такой большой, главное, что мобильная разработка позволяет вам получать результаты вашей работы практически сразу и иметь возможность в любой момент показать их своим родственникам и друзьям. А если вы решите попробовать свои силы в мобильной разработке, то я предлагаю начать со следующих простых шагов. Для начала изучите хотя бы один язык программирования. Да, без этого никуда. Можно начать с каких-нибудь простых онлайн курсов, существуют даже хорошие бесплатные курсы. После этого, когда у вас будут базовые знания и навыки, можно прочитать книжку по выбранному языку программирования. И тогда вы сможете углубить ваше знание. И уже тут, если вы выучили хотя бы один язык программирования, вы уже молодец и можно сказать, что жизнь прошла не зря. Но после этого можно приступать и непосредственно к мобильной разработке. Для начала можно снова выбрать какие-нибудь простые онлайн курсы, а потом постепенно их усложнять. Специально не советую читать книжки по андроид-разработке. Потому что она развивается очень быстро. И если книжку успели написать и напечатать, то к тому моменту, как вы ее купите и прочтете, она уже точно устареет. В конце концов, на дворе 2020 год. Лучше расширять свои знания, читая статьи, слушая подкасты, смотря обучающие видео. Но для всего этого, скорее всего, понадобится английский язык. Потому что множество материалов изначально выпускаются именно на нем. И перевод, если и приходит потом с опозданием, то может оказаться еще и неточным. И я понимаю, что в школе может казаться, что учить английский язык это скучно и бесполезно. Но в IT-сфере он открывает кучу возможностей. И речь не только про чтение всяких статей в оригинале, но и просто про живое общение с другими айтишниками. Представьте, как круто поехать на конференцию или устроиться на стажировку в зарубежную компанию и иметь возможность общаться с людьми и обмениваться опытом без языкового барьера. Учите язык, он точно вам пригодится. Но на этом наш путь не заканчивается. И следующий шаг на пути становления мобильного разработчика – это, конечно, практика, практика и еще раз практика. Речь про написание уже собственных проектов. Можно делать это самостоятельно, а можно в команде. Главное – получать опыт с большой буквы О. Когда я только начинала заниматься разработкой под Android, мне казалось, что это очень сложно, что это совершенно не мое и у меня никогда не получится. Но вот я написала небольшой проект вместе со своими подругами. Потом я написала еще один проект, поменьше уже своими силами. И не успела оглянуться, как на горизонте замаячила моя первая работа. И сейчас так происходит очень часто. Когда у вас есть опыт пары, пусть и небольших проектов, уже можно смело поддаваться на стажировки и развивать свою карьеру. Или, как сейчас модно, основывать свой стартап. Отличный пример того, как работают стажировки, четверо моих коллег. Все они устроились на стажировку ВКонтакте прошлым летом, успешно прошли ее и остались у нас в команде. И скоро будет уже год, как мы работаем с ними бок о бок, едим сырки на кофепоинтах и развиваем наши Android и iOS приложения. И на этом мой рассказ подходит к концу. Я желаю вам также не бояться пробовать себя в чем-то новом, искать свое признание в жизни. И, возможно, оно окажется в IT. Удачи!